Что ты знаешь о файтингах? Можешь не отвечать? Я и так знаю ответ. Нихуя ты не знаешь, если не играл в Сифу, а ты не играл, ибо игра вышла в этот вторник, 8 февраля 2022-го. Или 2222-го. 2220-ый. Виталий, айди нахуй, заебал уже всех. Здорово, народ. В сегодняшнем обзоре Сенсей будет рассказывать про Сифу. Иронично, не правда ли? Да, я сам в шоке сижу. Лицезретьте шедевр файтингового жанра с по-настоящему правдивыми боями. Лицезретьте шедевр файтинг. Лицезретьте шедевр файтинг. Лицезретьте шедевр файтинг. Вам все лучше всего? Игра выполнена по всем традициям Классических китайских боевиков С разборками в стиле кунг-фу С небольшой капелькой фантастики По сюжету мы маленький мальчик или девочка Нам дадут возможность выбрать Обучаемся кунг-фу в одной из школ И по классике жанра в одну зловещую ночь В нее врывается бывший ученик Убивает нашего Шифу и всех, кто в ней находится Включая нас Благодаря загадочному амулету К счастью, оказавшемуся в нашей руке Мальчик выжил, а точнее воскрес И добивает Теперь смысл его жизни Это месть за своего учителя Мальчик растет, оттачивает свои навыки кунг-фу И когда он вырос и стал мастером Начинает осуществлять свою месть Выслеживая каждую сволочь Которая присутствовала в ту ночь Концепт игры построен таким образом Что за каждым человеком, которого нам надо замочить Закреплен один уровень Который является отдельной локацией Трущобы, ночной клуб, музей и так далее Но прежде чем мы схлестнемся с ними в поединке Нам сперва нужно прорваться к ним Попутно разбивая лица всем, кто встанет у нас на пути Их людям, телохранителям, мужчинам, женщинам Старикам, просто курящим в стороне Которые даже не при дела Пиздить придется всех Поединков один на один будет очень мало Это будут либо телохранители босса Которые довольно сильны И могут нормально вам начистить витрину Либо сам босс В остальных случаях вы всегда будете драться с толпой У вас будет 2, 3 или даже 7 противников сразу В нашем арсенале много различных ударов и приемов Руками, ногами, множество комбинаций Крутых добиваний Удары по определенным точкам на теле Но для ударов в точку нужна концентрация Которая сама постепенно восполняется со временем Но ее восстановление можно ускорить Проводя удачные атаки по противникам Драка не ограничивается только кулаками и ногами Также есть много различного оружия Которым можете пользоваться как вы, так и враги Бейсбольные биты, трубы, палки, ножи Даже бутылками и кирпичами можно кидаться И вся местность вокруг вас Тоже является самым, что ни на есть, оружием Нихуя себе, блять Можно использовать буквально все, что вокруг вас Чтобы победить А учитывая, что вы всегда будете в одиночку Драться с целыми группами противников Вам это даже необходимо делать Я называю это тактикой Джекичана Бегаешь по комнате, перепрыгиваешь через столы и перила Толкаешь табуретки под ноги, чтобы сбить врага с ног И пока один лежит, навалять второму Даже простой толчок в стену уже даст вам преимущество Если заблокировать удар противника А затем толкнуть его в стену Он получит много урона Можно даже поймать бутылку, которую кинули в вас И швырнуть ее в ответ Правда, сделать это не особо легко Ты сперва нужно открыть этот навык Правда, все эти приколы могут применить и к вам Кроме табуреток Их под ноги враги не толкают Теперь, что касается навыков По ходу игры вы будете зарабатывать очки Чем искуснее вы будете драться Тем больше очков получите Соответственно, если постоянно будете получать по зубам То очков будет мало За эти очки можно открывать любой навык Возле дерева в нашем убежище Или сразу после того, как нам набили ебало Но он будет временный Как только вас окончательно убьют Вы решите перепройти предыдущий уровень Или сдадитесь Он пропадет и его снова надо будет открывать за очки Для того, чтобы навыки остались с вами навсегда Нужно открыть каждый навык перманентно Для этого, после того, как вы его откроете Вам нужно будет еще 5 раз потратить то же количество очков на навык Чтобы он сохранился навсегда Тогда, даже если вы вернетесь к первому уровню Все перманентные навыки будут доступны Заметили, что я сказал странную фразу Окончательно убьют Прикол в том, что в этой игре Если нашего протагониста отпиздят То он воскреснет на месте С помощью того самого амулета Который помог ему в ночь его убийства Но плата за это Старение При первой смерти он постареет на 1 год Если его очень быстро отпиздят второй раз Следующее старение будет на 2 года Следующее на 3 и так далее Чем чаще главный герой получает по морде Тем быстрее он стареет Щетчик смертей можно сократить Убивая особо буйных врагов Или за очки у тотемов Которые разбросаны по локации За убийство буйного врага Щетчик скостят на единицу А тотем сразу все Кстати, эти тотемы очень важно находить Максимально много в каждой локации Ибо в них еще можно приобретать эксклюзивные пассивные навыки Которые нельзя купить за очки у дерева И открыть перманентно Но не стоит думать, что раз можно воскреснуть То наш пацан бессмертный Нет, при регулярных воскрешениях На медальоне начнут ломаться монеты И как только сломается последняя Следующая смерть будет окончательной И придется начинать сначала Обычно это происходит, когда персонажу 75-77 лет На самом деле прикольная задумка с этими старениями И персонаж меняется внешне, когда стареет У него появляется щетина А позже борода Растут волосы Появляется эта знаменитая косичка мастера кунг-фу Длиной до задницы Сидеют волосы и появляются морщины Даже одежда меняется по мере старения Также чем старее наш боец Тем меньше у него здоровья И больше урона Логика в этом есть Старого человека можно отметелить быстрее, чем молодого А урона он наносит больше Из-за того, что стал очень искусным и опытным бойцом с возрастом Другими словами Мастером Должен сказать, что драки здесь очень динамичные Настолько, насколько они динамичны в реальном бою Поверьте И я сам боец в реальной жизни И знаю, о чем говорю У вас будет всего полсекунды на размышление Как поступить Блок, уклон, атака или отступление В противном случае разлетается ебасосина Куча противников также не будет стоять И ждать, пока вы набьете рыло одному Они будут атаковать вас все вместе с разных сторон Пока вы будете уклоняться и блокировать атаки двоих Третий может кинуть бутылку вам в затылок А дальше только смерть Явных предупреждений, что пора ставить блок и все такое К примеру, как в Бэтмене Нет Так что нужно очень внимательно смотреть за действиями врагов Для того, чтобы успешно драться в сифу Нужна концентрация и мгновенная реакция Которая, если не сразу, то через пару часов игры уже выработается Также хочу предупредить, что игра Пиздец, нахуй, блять, сука Ебанешься, обосрешься, какая тяжелая Вас будут так хуярить У вас аж в реальной жизни зубы повыпадают Со временем станет чуть полегче, но все равно играть будет тяжело Каждый уровень вы будете перепроходить раз по 20 Чтобы нафармить очки для навыков Или чтобы в следующем уровне стартануть не 70-летним дедом А хотя бы мужиком лет 30 Да, возраст тут не обнуляется при переходе на новый уровень Если первый уровень вы закончите в 75-летнем возрасте То второй вы начнете именно в 75 лет И если вас отпиздят, то это уже будет окончательно Когда вы попадаете на новый уровень В нем сохраняется наилучший ваш результат То есть самый минимальный возраст Поэтому можно перепройти первый уровень без смертей Потом перепройти и добраться до второго лет в 50 Но потом вы сможете все равно стартануть на втором уровне в 20-летнем возрасте Так как это был ваш рекорд Минусов у этой игры нет По крайней мере для меня Или я еще их просто не нашел Игра все-таки новая И я ее еще даже не до конца прошел Ее зашкаливающую хардкорность я не отношу к минусу Так как бои тут правдивые А драться по-настоящему занятия не из легких Сифу является также эксклюзивом от Epic Games Ибо ПК-версию можно найти только там В Стиме ее нет Настоятельно рекомендую поиграть в этот файтинговый шедевр Особенно если вы увлекаетесь боевыми искусствами А ты не забудь поставить лайк Подписаться на канал и поделиться этим роликом с друзьями Также можно написать свое мнение о игре в комментариях Я разрешаю До свидания, мои старые мастера Старые, потому что вас ебашить будут постоянно Помните, да? Все, пока Что ты знаешь о файтингах? Ну, иди ты нахуй, блять Я записываю, сука Не мешай На самом деле, прикольная задумка с этими старениями И персонаж меняется внешне, когда стареет У него появляется щетина, а позже борода Растут волосы Появляется эта знаменитая Сука Иди нахуй, не пиши мне, блять Я записываю, педрила ебаная Субтитры создавал DimaTorzok